В Преамуре началась подготовка к Новому году. В администрации Благовещенска выделили 20,5 миллионов рублей на световое уформление улицы строительства снежного городка. Его по традиции возведут на площади Ленина до 10 ноября. От горожан принимают эскизы для так называемых народных скульптур. Тема 75-летия Победы, памяти слава. В тынде обустраивать площадь 25-летия Обама начнут 1 декабря. Снежные фигуры представит мастер из Икутии. Здравствуйте, в эфире программа «Область культуры» в студии Ростислав Азизов. И вот о чем расскажу сегодня. Новый ДК в Амурской области продолжается ремонт учреждений культуры в рамках национального проекта. Пели о родине. В Благовещенске подвели итоги областного вокального конкурса, посвященного Дню Народного Единства. Представит Преамуре в Москве. Амурчанка стала лучшей в конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества. Что скрывается за кулисами театра? На этот вопрос ответили работники областного музея в рамках проекта «Ночь искусств». Мастер-классы, флешмобы, этнические диктанты, выставки «Картина Родине» 4 ноября в Преамуре отметили День Народного Единства. А в Амурском областном доме народного творчества состоялся конкурс исполнителей «Летит крылатая Россия». Кто победил и какие песни о стране поет молодежь, расскажу далее. Конкурс песни, посвященный Дню Народного Единства, в Амурской области провели впервые. В Благовещенск приехали вокалисты разных возрастов из Тынды, Зеи, Белогорска, Свободного, Райчихинска, Целковского. Всех участников объединяла не только любовь к музыке, но и к своей Родине. К нам приехали больше 200 человек, подано больше 50 заявок. Это и солисты, и дуэты, и ансамбли, кого здесь только нет. Мы выучили все песни о России, которые, наверное, есть, но было интересно. В первый конкурсный день жюри оценивало мастерство конкурсантов. Каждый исполнил по две разножанровых песни. На сцене как известные в области коллективы, так и новички, которые впервые выступают перед публикой. Прослушивания длились около 7 часов. В первую очередь для вокалистов основной критерий оценки – это исполнительское мастерство. Немаловажным фактором является подача текста песенов, осмысленность исполнения, художественный образ, как человек чувствует себя на сцене, артистизм, трогает исполнение зрителя или не трогает. На гала-концерте выступили лучшие исполнители. За два часа зрители АУДНТ услышали 20 песен о родине на русском, азербайджанском, таджикском и армянском языках. У меня в детстве была мечта, мечта с детства, так скажем. Потом поступила в колледж культуры на народно-хоровое отделение, несмотря на то, что армянка, мама русская, папа армянин. И так, волей судьбы, сейчас тоже преподаю вокал и работаю в этом направлении, нравится очень. Волнение всегда присутствует, несмотря на конкурс это или не конкурс, всегда есть волнение. В итоге жюри отметила призами 9 вокалистов и коллективов номинации. Народная песня лауреатом первой степени стал вокальный ансамбль «Россияночка. Села Плодопитомник». В эстрадной победили Дарья Кольней из Благовещенска и Евгений Буняк из Зеи. «Россияночка. Села Плодопитомник». В регионе обновили еще три дома культуры. На ремонт потратили более 2 миллионов рублей. Деньги выделили по федеральной программе в рамках национального проекта «Культура». В ДК «Архары» обновили зрительный зал и фойе. Ремонтные работы здесь не проводили 10 лет. В зрительном зале Дома культуры села Новосергеевка установили новые сидения. В Черемхово удалось приобрести оборудование, микрофоны, свет и музыкальные инструменты. Также здесь отремонтировали кабинеты. В концертном зале покрасили стены и заменили покрытие сцены. Реконструкция ДК стала подарком к 60-летию со дня основания культурного учреждения. Тысячи посетителей Амурского краеведческого музея пришли на ночь искусств и оказались в театре. Именно ему посвятили традиционную всероссийскую акцию. За несколько часов гости смогли не только пообщаться с известными актерами и посмотреть новые спектакли, но также научиться играть на китайской флейте и даже посмотреть исторический бой. Самые яркие моменты прямо сейчас. Обычно посетители музея в этом выставочном зале рассматривают картины известных художников. В тишине думают о творчестве, но только не в ночь искусств. Сегодня здесь повсюду слышен смех детей и громкие аплодисменты. Ух ты! А через все они вкусные? Да! Не, 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 не надо, не пробуйте их. Здесь зритель, который пришел просто на все. И судя по тому, кто где завис, кто где остановился, ему это интересно. Ну, мы видим детей, которые вон сидят все на полу и понимаем, что наш зритель, он нашелся здесь. Пока одни оценивали игру артистов, спектакли «Секрет», другие на несколько минут стали актерами-кукловодами и узнали все тайны театрального закулисья. Мне понравились вот эти вот куклы. Чем она тебе понравилась? Что она такая смешная? Шапка. Крестьянин это. Сложно управлять куклой? Да. Что именно сложно? Головой так вертать иногда сложно. Я хочу сходить в театр кукол и посмотреть спектакль настоящий. Самым любопытным посетителям рассказали, как устроена кукла, из чего ее создают и как ей управлять. Ты своей рукой создаешь поверхность, по которой она ходит, присаживается, ложится, встает на колени. То есть ты это все делаешь в своей фантазии, а люди, которые смотрят, чаще всего это дети смотрят, они уже допридумывают. И это волшебство театра. Слава Богу, что мы в театре можем фантазировать. Это же создание нового мира. Ну то есть со своей логикой. То есть режиссер придумывает логику, да, а я помогаю эту логику визуализировать, воплощать в образе. И когда все это совпадает, да, режиссерская идея, моя работа выполнена, ну, вместе, то получается очень шикарный спектакль, который живет сам собой. То есть в его мире могут развиваться любые истории. Сущая беда! Оставьте эти глупости! Пожалуйста, куда? А что? И вам не совесть? Вы что? Зашли с ума? Актеры театра драмы представили перфоманс на импровизированной сцене герои из разных спектаклей, которые и не мечтали встретиться. Также артисты исполнили песни и прочли стихи. Пока сияет радушная рампа, И сцены круг прощает жизни путь. Узнать о театре драмы теперь может каждая выставка, посвященная учреждению культуры. Несколько месяцев будет работать в областном музее. Здесь макеты декораций, костюмы, реквизит и первые афиши. Все желающие также могли принять участие в различных мастер-классах, изготовить амулеты и свою театральную куклу. Некоторые познакомились с искусством Китая. Раньше у нас не было тогда ручка. Люди писали перфомы курицы и души. Но у нас сейчас галлиграфия – это традиционная куритория. Китайский удел – это тоже наша традиционная куритория. Особенно когда у нас традиционные праздники, например, праздник дома, мы вообще любим, завязываем такой-то удел. Это символизирует счастье, благопоручие. Посетители музея к ночи искусств подготовились основательно. Мила Коротич пришла не одна, привела всю семью. Рассказывает, костюмы сделали с подручных материалов. Все для того, чтобы блистать на импровизированном балу. Я решила, что я буду зеленой феей. Поэтому платье зеленое. Так как фея – это существо западного фольклора, соответственно, был выбран такой фасон с широкими рукавами, кружевыми и золотой сеткой в волосах. Бал маскарад в лучших своих карнавальных костюмах. Это в масках, если у кого нет костюма, но есть маска. Кто-то пришел уже разрисованный, кто-то сделал свою маску, кто-то изготовит здесь маску в музее. И поэтому будет такой бал маскарад, можно свальсировать. Очень много у нас, конечно же, посетителей, как и обычно всегда. Но именно год театра собрал у нас уже, наверное, около тысячи наших посетителей. Собралось так много, что даже не хватает нашего гардероба. Ночь искусств стала самой массовой за последние несколько лет. А это значит, амурчанам интересная история родного края. Акцию «Ночь искусств» провели в доме Саяпина и в музее-мастерской Александра Тихомирова. Кстати, культурное учреждение стало дипломантом престижной премии Александра Невского. Высокую награду музею присудили за проект по сохранению памяти о народном художнике России. Амурские мастера декоративно-прикладного творчества научили благовещенцев своему ремеслу. Они вязали, шили, валяли, декорировали изделия из природных материалов. Конкурс мастер-классов состоялся в АУДНТ. Подробности далее. Оказаться в волшебном мире творчества и сделать аппликацию за 60 минут – такую возможность представили посетителям АУДНТ. Все мастеристы должны были обучить своим умениям и детей и взрослых на выбор несколько мастер-классов в разных техниках. Декупаж, пэтчворк по бумаге, аппликации из соломки и даже изготовление обрядовых кукол. Такие куклы раньше подкидывали на удачу. Если она падала лицом вверх, будет счастье. Евгения Крутова уже несколько лет создает изделия из древесных материалов. На мастер-класс пришла, чтобы научиться новым техникам. Выбрала декупаж. Мне интересно попробовать фотографии взживлять. То есть это взживление фотографий, картина к фанеру, к дереву. Чем это преимущественно? Тем, что в отличие от фотографий, которые на бумаге распечатываются, бумага у нас желтеет, портится и так далее. Дерево, оно долговечно, то есть десятилетиями будет храниться даже ваша фотография или эта коробка с вашим изображением, допустим. То есть любое может. Сложно было? Как долго делали с выработкой? Ну, буквально нам дается час, поэтому в течение часа ждем, пока сохнет. То есть это не особо сложно. Главное просто тщательно и аккуратно все делать. Проводя творческие занятия, амурские мастерицы боролись за победу. Приз – поездка в Москву на фестиваль «Дни Дальнего Востока», который состоится на Новом Арбате. Мастера оцениваются по представленному материалу, как широко они представляют традиции и истории Амурской области. Как легко сделать эту работу, чтобы каждый желающий от ребенка и там с двух-трех лет и людей преклонного возраста могли справиться с данной работой. И у них на память осталось что-то об Амурской области, и они не забыли бы, что это именно символ Амурской области. Елена Тимофеева приехала из поселка Ерофей Павлович. Десять лет она преподает в железнодорожной школе искусства. Это хобби, признаются мастерицам. Мастер-класс, в принципе, был несложный. Это аппликация символа Амурской области. Участвовали в основном у меня дети. То есть, как бы, это несложная работа вырезания из фоамирана. В принципе, доступный для всех детей, для творчества. Есть более профессиональный, конечно, фоамиран. Здесь был такой детский доступный материал. Символы мы делали Амурского тигра, Амурский журавль, Амурский герб, Амурский пограничник и Амурский лотос. В областном конкурсе «Волшебный мир творчества» Елена участвует в первый раз. Именно она, по мнению жюри, стала лучшей. И уже в декабре поедет в Москву, чтобы представить наш регион. На этом у меня все. Будьте с культурой на «ты», проводите время с пользой. Пересмотреть этот выпуск или другие наши проекты вы всегда можете на сайте amrobel.tv. Еще больше информации на нашей страничке Instagram. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова